Девушки отдыхают Эван! Помогите! Что с тобой? Что с тобой? Помогите! Нога застряла! Мой оператор Эван перевернулся на снегоходе. Давай, поднимайся! Если бы он сломал ногу, это была бы настоящая катастрофа. Как ты? Как ты? Нога застряла. Жестко. Тяжело на этих склонах. Ты в порядке? Да. Хорошо. Эвану повезло, и мы смогли отправиться дальше, к тому месту, где нашли первые тела. Когда поисковая группа пришла сюда по следам, кого они нашли первыми? Они нашли первые два окоченевших трупа под большим кедром. Нашли Дорошенко и Кривонищенко. Их едва присыпало снегом, поэтому их было легко обнаружить. В очень странных позах, с вытянутыми вверх руками. Как будто кто-то стаскивал с них одежду. Да. Следователи предположили, что началась борьба за выживание, и туристы забрали одежду погибших товарищей. Что послужило причиной смерти? Переохлаждение. И никаких других травм, насколько я знаю, нет. Они замерзли насмерть, хотя Дорошенко и Кривонищенко были обнаружены возле костра, сложенного из ветвей, которые они собрали с окрестных деревьев. На них был минимум одежды, а носки сгорели, будто они грели ноги на открытом огне. Должно быть, они были в отчаянии. В четырех метрах от дерева нашли сломанные ветви. Возможно, кто-то залез на него, чтобы собрать хворост. Кого нашли после этого? В тот же день было обнаружено еще два тела. Спасатели нашли Дятлова и Калмогорову. Судя по позам, в каких их нашли, они пытались вернуться в палатку. Дятлов как будто хотел обойти маленькую березу или небольшой куст, и не смог. Калмогорова пыталась добраться до палатки. Она будто бы шла против очень сильного ветра и упала по пути. Причина их смерти тоже переохлаждение? Да. Смерть наступила от переохлаждения, однако травм у них было больше, чем у первых двоих. У них были повреждены костяшки. На лицах отсутствовали фрагменты кожи. У Калмогоровой нашли на теле продолговатую гематому, как будто ее ударили. Ясно. Дятлова и Калмогорову нашли замерзшими по пути к палатке, в полутора километрах отсюда. Легко представить, что они отчаянно пытались вернуться в свое убежище, но им не хватило сил. Однако в ходе следствия было сделано открытие, которое, кажется, не вписывается в эту теорию. Потом нашли Слободина. Тело лежало ровно посередине между Калмогоровой и Дятловым. Состояние тела? У Слободина была черепно-мозговая травма. Черепно-мозговая травма? Да. Пока мы сюда поднимались, мы видели и крутые склоны, и овраги, и множество острых камней. Может быть, эта травма – результат обычного падения? Упасть и повредить череп может каждый. Верно. Но точно так же ему мог проломить голову какой-то злоумышленник. На мой взгляд, эта травма похожа на результат удара прикладом. Подозрительно. Да. Итак, это уже пятеро. Остальные четверо нашлись позже. Через какое-то время, да? Через два месяца. Ясно. Они были найдены в воде, верно? Да. Последние четыре тела были найдены в сотне метров от кедра. Их нашли в замороженном ручье под толщей снега, образовавшейся за два месяца. У Дубининой, Колеватова, Золотарева и Тибо Бриньоля обнаружены куда более серьезные травмы. Это уже интересно. Да. Трое из них имели повреждения, которые патологоанатом принял за удар автомобиля. Серьезные повреждения? Очень. Двенадцать сломанных ребер. Проломленный череп. Некоторые считают, что грудная клетка была раздавлена снежной массой. Но не все травмы так легко объяснить. У двоих не было глаз. У одной девушки языка. Не забывайте, что они пролежали там два месяца. С глазами и языком все просто. Их съели насекомые или какие-то животные. Это одна из самых ужасающих деталей всего дела. Однако в некотором смысле и самая простая, ее проще всего объяснить. Безусловно, до тел добрались какие-то животные. Причина этих травм – один из самых обсуждаемых исследователями вопросов. Некоторые считают, что это результат нападения. Но что, если группу напугало и выгнало из палатки нечто иное, нечто необъяснимое? Последние фотографии камер туристов могут хранить разгадку. Давайте поговорим об этих огнях. На последних кадрах несколько пленок есть странные изображения. Мы видим, что они сфотографировали какую-то вспышку в небе. Другой снимок выглядит так, будто фотограф не успевал снять крышку с объектива. Были еще какие-то сообщения о странных огнях в небе? Множество. Даже в материалах дела зафиксировано не менее трех свидетельств аномальных явлений в атмосфере. Другие тоже видели огни в небе? Да. Некоторые предположили, что это НЛО. Как бы то ни было, фотоаппараты, из которых извлекли эти пленки, были повреждены водой. Поэтому они не могут служить доказательством того, что Сибирь в 59-м году посещали инопланетяне. Майк верит многочисленным сообщениям очевидцев, однако он считает, что у них есть вполне земное объяснение. Итак, что это могло быть? Метеоры? Или, может быть, запуск ракеты? Испытание какого-то оружия? Я думаю, что это какой-то запуск ракеты, испытание химического оружия. Вполне возможно, что неопознанными объектами были не инопланетяне, а ракеты, которые там испытывали. В 59-м году, тогда же, когда погибла группа Дятлова, Советский Союз начал производство ракет Р-12 «Двина», способных нести боеголовку мощностью в 2,3 мегатонны. Традиционные взрывчатые вещества, либо химическое оружие. Юрий Кунцевич, еще в Екатеринбурге, передал мне кусок металла. Некоторые считают, что это часть топливного бака ракеты, погубившей дятловцев. Это уже убедительно. Это объясняет сразу многие странности. Они увидели что-то необычное и вылезли из палатки. Это объясняет снимки. Можно представить, что они побежали за кем-то или за чем-то, чего они должны были увидеть. Есть еще одна особенность, говорящая в пользу теории испытаний оружия. Поступали сообщения о высоких уровнях радиации. На одежде были следы радиации, верно? Любопытно, что только на трех предметах одежды были следы радиации. Они получили серьезное облучение, да? Вполне возможно. У нас есть счетчик Гейгера. Я хотел бы сделать несколько замеров. Посмотрим, сможем ли мы обнаружить повышенный радиационный фон. Если здесь что-то было, мы и сейчас найдем следы радиации. Точно. Может, мы найдем улики, подтверждающие теорию. Ладно, давайте начнем. Любая советская ракета 50-х годов, даже без ядерной боеголовки, оставила бы заметный сегодня радиоактивный след. Мы отправились в лес с счетчиком Гейгера. Он показывает дозу радиации в зивертах. 5 десятых. Давайте подойдем поближе к старым деревьям. Посмотрим, о чем они нам скажут. Нормальное фоновое излучение составляет около 0,15 микрозивертов. Если здесь испытывали ракету, показания счетчика будут гораздо выше. 0,11, 16, 0,22, 0,33, надо же! 0,33, это говорит в пользу нашей теории. Согласен. Давайте узнаем, что покажет вот это дерево. Следы радиации или химикатов должны были остаться между годичными кольцами. Глубоко внутри ствола дерева может храниться информация о том, что произошло здесь 60 лет назад. Для того, чтобы это проверить, нам нужен образец древесины. Дошел до сердцевины. Где-то на этой временной шкале есть и ночь гибели туристов. Мы отвезем образцы в лабораторию. Мы собрали образцы древесины и даже не заметили, как наступил вечер. Теперь нам нужно добраться до укрытия, иначе мы можем оказаться в такой же ситуации, как и группа Дятлова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА